Девушки отдыхают Так, мы с Геной познакомим. Вдруг Ромка там прячется. Леш, ты с Петей по одноклассникам. А Петя где? Скоро будет. Поехали. Слушай, поехали, Козел. Здрасте. Здрасте, Леви Ромпан. Здрасте. Здрасте. Что, стоим? Поехали? Петя, можете на два слова? Ты зачем ее притащил? Ну, только что, она адреса всех учеников узнает. А адреса, положим, Марина знает. А Марина где? Да он по-русски ждет. Так что ты так начинаешь? Ну, поехали. Поехали. Ну, поехали. Так, ну, сначала к полещукам. Угу. Поехали. Прямо. Поехали. Поехали. Там просто внизу есть тречушка, может быть, вон возле нее? Да послушай, я тебе говорю, мы уже все объехали, что можно, мы и в тречушке были там, ну успокойся, найдем мы его. Может, он дома? У него ключи есть? А, есть. Ну так, а что, мы в сопле живем, давай проверять? Да, Петь, что там? Чего? Ясно. Ладно, тогда на сегодня отбой по домам. Завтра, если дома его не найдем, соберем людей, протежем в окрестности. Олег, я не понял, какой отбой? Ген, я тебе говорю, найдем мы его, может, он дома сейчас ждет, плачет там сидит, а ты тут, давай быстрее, давай, давай, позвонишь мне, если что. Да, хорошо. Ну что, едем по домам. Ёх, давай я тебя сначала к Марине заведу, а дальше уже мы сами. Слушай, а чего нам Эльвира упал, ну просто так тому рыжим? Давай лучше сначала до вас, а потом я уже сам к Марине. Я знаю, где он может быть. Там заброшенные дома, они часто забираются с мальчишками. Поехали, я покажу. Все, дальше не проедем, только пешком. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Рома! ГРОСТОВА! ГРОСТОВА! ГРОСТОВА BOX ГРОСТОВА! ГРОСТОВА! Богом, это очень глубокий узнал Augustus! ГРОСТОВА! ГРüt isn'tая. Вы можете удовольствовать почти climbing up to places. Грот из памятиications. Грустuchим пер попras Audi pleasures 3 Рома! Рома! Здравствуйте! Здрасте! Здрасте! Стоп, подождите! А вы что здесь делаете? Всех эвакуировали давно! Живу я тут! Хорошенькая дельца, живете! А к вам мальчик не забегал? Вот такого роста в восемь лет! Да откуда ж тут мальчику взяться? Я на этой улице одна живу! Так, слушай, давайте мы вам поможем собраться и давайте мы вас отвезем? Да, конечно! Куда? В гостиницу? Да предлагали мне в гостиницу поехать! Да там без меня людей полно! Я уж тут, в доме! Ну как тут? Ну здесь же невозможно жить! Да нормально, нормально тут жить! Вы идите! У меня все есть! Керосинка у меня есть! Как же! Идите! 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 Пойдем! 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 Можно вернемся! У нее керосинка есть! У Ромки нету! Мы ему нужнее сейчас! Вы тут, это, держитесь! За мной! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, мысли есть? Куда дальше? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Есть одно место? Дом Гены, он возле озера. Может быть, Ромка там? Так, а точнее знаешь где? Показать сможешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Извини. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Только туда не проехать, нам дорогу размыло. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, значит, поплывем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ни черта без меня не может. Вода уже здесь. Затопила склады. Все. Хана. Антон, я тебе когда говорил? Активистов убрать. Заплатить и убрать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА тем заплатил. Они всем растрезвонили, что самым настойчивым зарплату дают. Идиот. С людьми работать не умеешь. Аркадий Семенович, так вывозить товар все равно некуда. Мы же отрезаны от мира. Его надо вывезти в любое сухое место в верхней части города. Если хотя бы один мешок попадет в воду, мы массу людей потравим. Ну, а с рабочими что делать? Заплатить. Всем. Всем? Чтобы не мешали. И сегодня же. Откуда столько денег возьму? Что у тебя с фондом помощи пострадавших? Коля? Что? Аркадий Семенович, это не целевое использование. Статья. Ты забыл, кому всем должен. И грузовики под погрузку. Сегодня же. В смысле сегодня? Где я их возьму? Хоть из-под земли достань! Ты мэр или кто? Леша, подожди. Это же Ромкина игрушка. Ромкина, да? Ну, вот, значит, велосипед тоже Ромкин. Ну, что, похоже, что он взял лодку с веслами. А, значит, мы можем очень быстро его догнать. Что, собираешься взять ее? Она же чужая. Марина Петровна, ну, что значит взять? Изъять! служебных целей. Вот. Субтитры подогнал «Симон»! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ромка! Ром! Геннадий? А что вы тут делаете? Я, я Ромку ищу. Его тут нет. Ну, я понял. Скажите, а что вчера произошло? Почему Ромка подрался с Васей? Может это Вася первый начал? Нет, это было на моем уроке. Рома его первый ударил. Из-за чего? Мальчишки повздорили, я не знаю. Вы прям как незнайка, а еще и учитель. Пожалуйста, не разговаривайте со мной в таком тоне. Просто Вася сказал вашему сыну, что вы встречаетесь с Мариной Петровной. И он разозлился. А теперь, пожалуйста, покиньте школу, сейчас дети придут. Вот же стерлец. ВЫСТРЕЛ А ну, Вася, а ну иди сюда. Ты что Ромке сказал? А? Отпусти! Отпойно! Глаза мне смотри, что ты ему сказал? Ты посмотри на него, руки говорю, убери, ты как? Нормально, все в порядке. Нам на вашу школу. Учти, что его родители об этом инсиденте будут знать. А теперь понятно, в кого Ром такой. Какой? Неадекватный. Значит, пока я тебе бабло давал, Ромка был лучший в школе. А сейчас он неадекватный. Какое бабло? О чем говоришь? Иди куда шел? Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Как где девочки? Как где? Ром! Ну что, Рома? Ну и мсты! Куда? Марина! Рома! 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 А? Вадим веревку! Да! Мсты, в правом! Прямо! Право еще! Сбежать! Тихо! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай! Две! Две! Раз! Опа! Есть! Давай! Ой, молодец! Есть! О! Держи! Держи! Ты как? Держи! Ну, нормально! Лёш! Пойдём. Я осмотрю. Аппедиатр? Справлюсь. Сама. Ген, мы его нашли. Он жив? Да, он жив. Он сейчас в больнице. Врачи его осматривают. А где он был? Он упал в воду. Но с ним все в порядке. Ты не волнуйся. Я понял. Я уже еду. Ген, ты знаешь, лучше не надо. Он сейчас сильно настроен против тебя и меня. Ему кто-то рассказал про нас. А, я уже всыпал этому паршивцу. Гена! Ладно. Ладно, давай. Я твоего сына трогал. Я твоего сына трогал. Перестаньте! Твою мать! Твою мать! Надо тебе помогать? Не надо! Здорово он вас отделал. Я его тоже. Больше похоже на избиение. Вам больницу нужно, а побои снять. Да нафиг он мне нужен? Чтоб компенсацию хотел получить. Давайте, садитесь, я вас подвяжу. Сын ваш где? В школе. Марина? Что с ним? Ну что, говори. Признаков приохлаждения нет. Травм тоже нет. Послушай, он отказывается ехать домой. Может, тогда где они? Поняла. Да, конечно. Ромка у нас может пожить сколько нужно. Конечно. Представляешь, Ромка нашелся. Он по реке в лодке плыл. Он решил, что... А со мной ты не хочешь посоветоваться? Ты не понял, какая ситуация. Ты же мне весь мозг выяло, что не можешь оставаться в этом городе после гибели своей подруги. Я катер заказал. Чтобы и тебя, и Андрюшу в область отправить. У кого у тебя ситуация? Хм. Я так понимаю, что никто никуда уже не плывет? Мы никуда не плывем. И сколько? Ромка будет жить у нас. Сколько нужно. В смысле? Так, это что это за делегация? Олег Сергеевич, я вчера настоятельно вас просила усмирить вашего друга-психопата и оградить от него город. Ну, вы же бездействуете. Результат налицо. Тараса избил. У ребенка психологическая травма. Игинка на ребенка напал? Да. Я свидетель. Я пыталась вмешаться, но он и на меня набросился. Яна, что за бред? Я хочу видеть своего сына. Я хочу видеть Ромку. Гена, его здесь нет. Ясно? До тебя что, с первого раза не доходит, да? Марина мне сказала, что он будет здесь. Валять сюда. Валять сюда. Валять сюда. Я не знаю, может, это слишком жестко. Он же друг наш, как никак. Ромка! Рома! Ромка! Зазывай полицию. Я не уйду отсюда, пока не убежу своего сына. Ясно? Сейчас ты полицию увидишь. Ромка! Генка. Генка. Все нормально. Сейчас приедем. Юр. Да? Бери Петю, уезжай к мэру домой. Генку задержать, а суда доставить. Понял. Есть кто дома? Кто там? Здравствуйте. Здравствуйте. Что, милая? Опять мальчонку ищешь? Не, мальчика мы нашли. Извините, я не помню, как вас зовут. Светлана Дмитриевна. Светлана Дмитриевна. Светлана Дмитриевна, я Марина. Очень приятно. Очень приятно. Ах, я что пришла. Давайте вы ко мне поедете жить, а? Дом у меня большой, места всем хватит. Да нет. Здесь же невозможно жить. Да, ну ничего страшного. Дождь скоро закончится, высохнет. Все нормально. Светлана Дмитриевна, дом находится в аварийном состоянии. Все, давайте. Не будем спорить. Берите самые ценные вещи и пойдемте. Хорошо? Ну, Светлана Дмитриевна, давайте. Все. Остальные вещи потом заберем. Ну, ладно. Ну, паспорт возьму-то, что ли? Да. Хорошо. Я вас жду. Да, да. Светлана Дмитриевна. Давайте быстрее. Сейчас, сейчас. Давайте, я вам помогу. Не переживайте, это временно. Пока только наводнение. Как все закончится, мы вернемся и заберем. Да, конечно. Все, будешь живой. Ген, ну поверь, ну так даже лучше будет. Ты же видишь, какая ситуация в городе неспокойная. Посидишь пока, отдохнешь. Я пока все разрулю. Здесь у меня как на курорте будешь. Ну, а долго мне здесь сидеть, скажи? Да пару дней. Друзья, а как Ромка без меня? Да за ним Диану присмотрит. Давай, давай, давай. Слушай, а здесь душ есть? Есть! А что случилось? А в том-то все и дело, Леша, что ничего не случилось. У меня. А ты меня домой отправил? А сам ребенка спас. А я? На традицию у меня, сын. Подойдет он ко мне и спросит. Пап, ты всю жизнь в полиции проработал. Ты кого-нибудь спас? Что я ему скажу? Нет, сынок? Я всю жизнь в дежурке посидел с кроссвордами. Все, короче, надоело. Пойду к Эльвире в школу физруком или трудовиком работать. Ну, в общем, это все, конечно, правильно. Только сначала Федьку нужно найти. Где его искать? Обыскались уже, нет его нигде. А на фабрике? Леша, фабрика закрыта. Там то и дело, что закрыта. Там спрятаться можно, места много. Складские помещения, производственные. Слушай, а ведь действительно, Федька же там раньше работал. Он эту фабрику как свои пять пальцев знает. Вот именно. Что именно, Леша? На фабрику ехать надо. Стоять! Эй! Что забыли? Ворот нараспашку, на посту нет никого. Полиция волнуется. Валер, ну не начинай, а? Нам производственный цех осмотреть нужно. Не положено. Хозяину звоните. Если даст добро, тогда пожалуйста. А ты сам что-то делаешь? Работаешь в баре вроде. Ну так и в баре тоже. Олег Сергеевич! Мы сейчас на территории фабрики удобрений с целью осмотра территории. Не поспособствуйте в получении пропуска. Вы какого черта туда полезли? Есть предположение, что здесь может скрываться разыскивание Федора Денисенко. Нету там никакого Федора. Я все осмотрел. Или вам что, заняться нечем? Поехали отсюда, Петя. Марина Петровна! Свистай всех наверх! Праздник в дом пришел! Открывай ворота! Тише, разбудишь Светлану Дмитриевну. Кого? А я уже не сплю. Неожиданно. Мариночка, а что ж ты мне сказала, что ты не одна живешь? А вот я хочу выпить за вас. Так. Вы такая красивая пара. Ой, спасибо, Светлана Дмитриевна. Светлана Дмитриевна, вообще-то мы не пара. Как? Это что у вас? Вот эти вот модные свободные отношения? Твоя идея? Светлана Дмитриевна, я не такой. Ой, да знаю я вас. Светлана Дмитриевна, вы все не так поняли. Леша, он мой квартирант. Комнату снимает. Как квартирант? А так, погоди, так у тебя две комнаты. Это что, я твою комнату заняла? Да ничего страшного, ну что вы. У меня есть раскладушка. Поставлю рядом, все нормально. Благодарю вас за ужин, за гостеприимство. Пойду я. Светлана Дмитриевна, мы вас чем-то обидели. Куда вы пойдете, дома вашего уже нет. Ну, домов брошенных много, я ничего не знаю. Значит так, мы вас никуда не отпустим. И не переживайте, мы нормальная консервативная пара, живем в одной комнате, спим под одним одеялом. Ну, гляди, квартирант, чтоб женился. А не морочил Маринке голову. Женюсь. Непременно. Зато и выпью. Наливай. Согласен. Слышите, футболисты, в окно мне не попадите. Добрый вечер. Привет. Я еще поесть. Конечно. Ну что, дело закрыто. Генка теперь главная подозреваемая. А почему здесь Генка? Генку за хулиганку задержали. Филис, двое суток отпустят. Чем вы там на работе занимаетесь? У меня б уже чемодан-улик против него был. Между прочим, мы на работе жизни людей спасаем. Ага. Есть имущество. И вообще у нас с Алексеем есть своя версия. С кем? Какая версия? Это тайное следствие, Эля Павловна. Какая тайна? Весь город знает, что ваше следствие зашло в тупик. Потому что Алексей роман крутит с этой профурой Мариной. Да что ты взяла, что у них роман? Нет, она самое главное знает, что она путалась с Генкой, что возможно причастна к убийству. И на тебе! К ней переехал. Чтоб ты знала. Он следит за ней. Потому что к ней, возможно, придет Федька. Потому что они, возможно, и сообщники. Да ты что? Сейчас, Эля Павловна, это была тайна следствия? Ты меня поняла? Да. Ну, разумеется. Что, из блядницы, что ли? Ты знаешь, я вот что подумал. Если зайдет Светлана Дмитриевна и выйдет в раскладушку… Спасибо. Легения – наша хана. Поэтому я предлагаю все-таки разложить диван и лечь на нем. Спать вдвоем. Леша, я, конечно, все понимаю. Репутация… Господи, Марина Петровна, ну какая же ты доверчивая. Боже мой. Ну шучу я, шучу. Ложись. Ой, мама. А что с рукой? Потянула. Давай посмотрю. Нет, не надо ничего, серьезно. Ладно, как знаешь. Хорошо. Ты спишь? Думаю, это он, как Ромку волна накрывает. Угу. Я тоже на адреналине уснуть не могу. Только я глаза закрываю, вижу, как ты в воду прыгаешь. Прямо спасательница малибу. Ты о чем думала, когда прыгал? Рефлекс. Ты ни о чем не думала. Рефлекс работал и все. Угу. Рефлекс. Что, болит? Да так не очень. Давай посмотрим. Леша, ты не на это. Я сказала. Ничего серьезного. Давай посмотрю. Ничего серьезного. Вдруг у тебя там мало ли что. Давай, давай, давай. Больно же. Ну, потерпи чуть-чуть, потерпи. Мне кажется, перелома нет. Но нужно обязательно показать врачу. Обещаешь? Ладно. Леша, не мать. Да, извини. Извини. Не хватило отношений с Кеной, вляпаться много и… Нет, спасибо. Да, конечно. Прости. Леша. 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 Алексей. Леша. Леша. Слушай, ты что тут спишь? Вот сплю. Поссорились? Поссорились. 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 Из-за меня. Так, Светлана, мы посорились мы из-за меня. Так, ну вот, чай. Олег. Водичка. Олег. Сырок. Олег. В колбаску голову как ты любишь. Да отпусти ты меня, я больше не буду конфликтовать. Ну, я Ромкой клянусь. Да не могу я, ну ты что, не понимаешь? Ну, процедура. Тарас должен заявление забрать, с Викторией вопрос решить. Ну, потерпи пару дней. Эти соседки, да? А Ромка как? Нормально, он, ну, Диана с Колей. Там все спокойно. Вот паста, щетка. Олег. Где? Ну, заеду я к ним, узнаю, как он там. Только ты ему не говори, что я здесь. Скажи, что я в командировке. Ну, само собой. Ну, давай тут не кисть. Поешь обязательно. Светлана Дмитриевна, куда собрались? Опять у нас сбегаете? Я к дому. Может там чего осталось из вещей? Я ж вообще без ничего. Так, отставить к дому. Туда я сам съезжу. Если что-то осталось, я привезу. У вас будет другое партийное задание. Какое? Проследить, чтобы Марина показала руку врачу. Да, конечно. Она будет оказывать сопротивление, дверь сжать, что такое. Прошу применить хитрость и смекалку. Есть. Ну, все, я на вас рассчитываю. Так что… О, отношальство. Да. Алексей, ты где? У нас ЧП. Из больницы украли медикаменты. Петя уже выехал за тобой. Понял, как раз выхожу. Светлана Дмитриевна, вы за главной. Светлана Дмитриевна. Все, сторона вас не забудет. Светлана Дмитриевна. Викторич Сергеевна, здрасте. Здрасте. Не заводится? Нет. Я посмотрю. Пожалуйста. Говорят, Геннадий в тюрьме. Его обвиняют в убийстве. Есть такая версия. А что? Ну, он, конечно, псих, но так, чтобы жену убить, это как-то слишком просто. Вы Аркадий Семеновича допрашивали? А вы считаете, нужно? Ну, я считаю, что он больше всех был заинтересован в убийстве Кристины. Она была въедливым сотрудником, сывала свой нос куда не нужно. И девять лет назад он уже занимался реконструкцией ГЭС. И думаете, что на этом неплохо? Угу. 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 Кристина могла обнаружить какие-то дефекты в ГЭС. Она просила меня все еще раз проверить. У меня не было времени. Эти проблемы с фабрикой. А что у вас за проблемы с фабрикой? Меня же ненавидят из-за нее. Сын Аркадия Семеновича – директор фабрики. А мэр города, который обеспечивает заниженные тарифы – его зять. А муж Кристины был там главным бухгалтером. И мог знать о каких-то левых схемах? Ну, конечно, он все знал. Может быть, решил шантажировать Аркадия и его сына. И они убили Кристину, чтобы припугнуть. Или Кристина решила вывести Аркадия на чистую воду. Спасибо. Пустяки. Да, Виктория Сергеевна. Вам бы в органах работать. Не думали профессию сменить? У вас платят мало. Тоже верно. Давайте подвезу вас. Ночью кто-то забрался в мой кабинет, вскрыл сейф и украл медикаменты. Запрещенные. Да ты что? Да. Ну и где? Что где? Место преступления где? Вот. Понятно. Приступим. Алеша? Да? Ты вчера так быстро приехал с Ромкой и уехал. Даже поговорить не успели. В работу так. Я понимаю. Так после работы заскакивай. Честь ко всем. Слушай, у нас сейчас в ливне. Мародеры. Дел, честно говоря, по горлу одно. Леш. Так, ну что? Тут все понятно. Все из простой. Вскрыли быстро. Давай поехали, а то мы к твоей старушке не успели. Да, поехали. Какой старушке? Марина спасла старушку. Светлана Дмитриевна живет теперь с нами. С вами? С ними, с ними. Поздравляю. Спасибо. Поехали. Мальчики, а вам список пропавших препаратов не нужен? Нужен, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Будем искать. Поехали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Марина, ну передай Светлане Дмитриевне, что порадовать конечно особо нечем. В принципе, от дома тут груда мусора осталась. Ну, все, что есть, собрали. Ой, блядь. Да, все. Все, сели крепко. Да я вижу. Ну, что, надо толкать. Лех, слышишь? Чего? Кажись, собака воет. Ты давай не увиливай. Да погоди, точно собака. Идем глянем. Петь, подожди, давай с машиной сначала разберемся. О, мое, куда ты меня тянешь? Там же грязи по шее. Вещи спасаем. А собаку что, бросим? Ну, блин, ну, что-то даже... В самую грязь залезте, пошли, а? Хажись там. Да господи. О, так это же жулька, Федина собака. Слушай, а ты уверен, что Федькина? Ну да. А что она здесь делает? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Петь! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Боже, какой ужас! Погоди, а Леша что знает про тебя, про этого паразита? Ну, конечно, он же расследует. А ты его, значит, от ворот по ворот. Молодец. Ну, если знает и с тобой, значит, любит. Так, ну-ка, давай зайдем продуктовой. Лешу уже нам кормить надо. Не, ну, если, конечно, боишься, я и сама могу пойти. Подождите. Что ж, меня всю жизнь боятся? О-о-о. Идем. О, Баба Шура, да чего же некоторые люди наглых бывают, а? Ты их в дверь, они в окно. И сказала же ей, что больше тебя в этом магазине не было. Нет. Старушку еще нашла, притащила. Думает, поможет. Извини, Катя. Слышь ты, меня Марина не просто так нашла. У меня дом заваливался. Она меня спасла и к себе домой привела. И Ромку из речки тащила. А ты, ты здорная, злющая баба. Пойдем, пойдем, уходим. Да подожди, мы продукты пил. Пойдем. Тонь, ну, обслужи Женечку. И я их обслуживать не буду. Ну, что ты такая здорная злая баба, а? Ну, ты сама в жизни в беду не попадала? Или не обманывала никого? Я с чужими мужьями в постель не уложилась. Все, пойдем. Зато обвешиваешь нас регулярно. Мне вчера селедку на кило завесила. Я дома проверила. Восемьсот пятьдесят. Так, это погрешность. Весов. Тонь, обслужим. Что у вас? Вот. И пакет. Ну, можно оформлять заказное убийство. Так, а что ты решил, что это убийство, мало ли? Он же быхал по-черному. Упал, споткнулся и… И сам себя сеном прикрыл, да? Алексей, это была одноразовая акция – вскрытие немой профиля. А с классификацией ран, если не есть, сами разберетесь? Ну, время-то и причину смерти установить нужно. Ладно. Привозите. Так, продруб никому. И так в городе обстановка напряженная. Чего ты киваешь? Тебе это в первую очередь касается. Вы в морг, а мы с Юрой. Вот вы где. Олег Сергеевич. Что? Когда вы телевизор мой найдете? Ну, сколько можно ждать мне? Анатольевна… Не затеряйся! Бандиты. Поехали. Чего там? Согласна. Поехали. 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 Погоди. А как же собака? С Фичкиной маме она не нужна. Ну, а чё делать-то? Поехали. Жулька собака хорошая. Или Вера из дома выгонит. Поехали. Ларочка, а чего вы такая грустная? Из-за Лёши, что ли? А как вы догадались? Так что, что надо надуваться. Он то у вас живет, то у Марины. Что, нравится он вам, да? Ну. Ну. Очень. Там ничего личного. Следит он за ней, понимаете? Следит. Только никому. А зачем? Ну, как зачем? Ну, он думает, что к ней этот Федор заявится. Какой Федор? Лар, ну, тот, которого наняли, это, Марина с Генкой. Ну, чтоб Кристину убить. На задание, Леша. На задание. Ай. Эти дети какие-то чудовища. Так в школе гоняют, что ученики остались и не столкнулись. Что-то ты быстро, что врач сказал, как рука. Это нормально все. Тогда поможешь мне ужин приготовить, а то Леша скоро придет. Вот пускай сам себе и готовит. Ты, ну ты что, все сейчас злишься на небо? Ну, на кого я не злюсь. Устала просто. Да, блин, я не хочу играть. Я снова проиграл. Мам, ты давай еще раз. Когда же мой папа приедет? Я что, ему не нужен? Он теперь с Фаридной Петровной живет, наверное. Ты что? Нужен, конечно. Он сейчас освободится из дел своих и заберет тебя, если хочешь. Хочу. Ромка, да давай еще одну катку сыграем? Давай, иди. Не, ну это вроде мои часы. Да, 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 точно мои. Но я их посеял, я не помню где. А где вы их нашли? В кармане убитого Федора Денисенко. Подожди, Олег. Ты что, думаешь, что это я, что ли? Геннадия Сушко, вы обвиняетесь в убийстве Федора Денисенко. Ой, Леша. Ох ты. Светлана Дмитриевна, ну вы же спросите, что там маловещу удалось спасти. Спасибо, спасибо. Ну, что есть, то есть. Так, мы арендовали, да? Дома. В врач уходила? Заставила. Что с рукой? Да не знаю, что-то пришло, расстроила меня. Марина, что случилось? Ну, да. Что? Ты была у врача? Что с рукой? Я не обязана перед вами отчитываться. Мне интересно знать, чем я заслужил такой тон. Алексей, как у вас получится? Я так к делу не относится. Вы у меня одну комнату снимаете? Ну, так снимайте, идите туда. А ко мне не лезьте. А если есть какие-то вопросы, то вызывайте повестку и допрашивайте официально. Я закончила вскрытие. Причина смерти – асфиксия. Мертв около недели. Точнее, пока не скажу. Лара, ты большая молодец. Спасибо тебе огромное. Всем привет, до дома. Привет. Привет. Кто выигрывает? Я. Победитель, можно тебе на минутку? Для тебя хорошая новость. Ромка хочет уехать завтра к оси. Никуда он завтра не уедет. Похоже, Гену закроют и надолго. Как? За что? Я не знаю. Подробностей никаких. Ромка! Что, меня папа завтра не заберет? Я что, ему не нужен? Ты что? Да, конечно, нужен. Хочет он тебя забрать. Его просто в командировку вызвали срочно. Представляешь? Какую командировку? Он должен без работы. Ну, как это без работы? Его взяли на работу в мэрию. В комиссию по наводнению. И знаешь что? Что? Ромка, твой папа – герой. Круто. Да что у меня там? Твою папу спасает людей. Я тебе еще раз повторяю, я Кристину не убивал. Да хватит уже. Ген, все факты, все улики против тебя. Да просто напиши ты это чистосердечное признание. Я сделаю все, что ты получил по минимуму. Что тебе непонятно? Признание в чем, а? Я тебе скажу в чем. Ты нанял Федьку. Убить твою жену Кристину. А потом не захотел ему платить. И убрал. Так было? Бреды. Полные бреды. Ты же меня прекрасно знаешь. Ты что мелешь вообще, а? Да. Я тебя знаю. Для тебя это слишком сложно. Все было проще. Ты сам убил Кристину. Случайно. Во время ссоры. Из-за твоих отношений с Мариной. А? А Федька это увидел. И ты убрал его, как ненужного свидетеля. Так было? Я просто не могу понять. Ты что, из-за часов, что ли? Я тебе еще раз повторяю. Я их потерял. Где? Когда? Да я не помню где! Да где угодно! На поминках, например. Там людей дохренища было. Я еще под этим делом был. Не помню ничего. Там и Диана была, и Коля. И Аркадий Семенович этот. Аркадий Семенович? А он-то тут каким боком? Ему-то зачем тебе подставлять? Да потому что мы с Кристиной знали про их черную бухгалтерию. Он убил Кристину и подставил меня. Мариша, ты мне, конечно, извини, но нельзя так с мужиком. Надо как-то помудрее. Вон мужик видный. Вокруг него знаешь, сколько вьется. Лара какая-то звонила. Ну и хорошо. Да чё ж хорошего-то, а? Когда он тебя любит. Уж не знаю, кого он там любит, но точно не меня. За мной он просто следит. Думает, что это я Федора наняла, чтобы Кристину убить. Да не может быть. Ну ты путаешь. Обманули тебя. Да, Олег Сергеевич. Да, конечно, конечно, я буду. Завтра восемь. Хорошо. Вызывают на допрос. А вы говорили, может быть. Да как же так? Таким хорошим, приличным. Мне показалось. Ах, Светлана Дмитриевна, доброе утро. Что-то меня так вырвало вчера, и не будильник почему-то опять не сработал. А что вы у нас, драгоценная моя, скажите на завтрак? Что у тебя не знаю, мы с Мариной уже позавтракали. Так, я не понял, это что, бойкот, что ли? Я вас чем обидел? Меня ничем. А Марина где? Сейчас спрашивает. За дур наш читаешь? Ну да, это часы Гена. Я видела их у него на руке, а что? И вы их не брали. Нет, конечно. Послушайте, при чем здесь часы? При том, что мы эти часы нашли на трупе Федора. На трупе? Его убили? Да. А вы не знали? Нет, конечно. А вот Геннадий Сушко утверждает, что вы могли украсть эти часы у него, передать своему сообщнику, который убил Федора. Бред какой-то. Что подставить Геннадию? Послушайте, это все неправда. Олег Сергеевич, он врет вам. Он мне постоянно врал. Он врал, что расстанется со своей женой, что он меня любит, что он поддерживает видимой семьи ради сына. Он постоянно врет. Марина Петровна, я вам верю. Но Геннадий Сушко выдвигает против вас серьезное обвинение в организации убийства своей жены. И нам с вами нужно доказать, что это не так. Понимаете? Блин, уже как-то надоело дома сидеть. Я в школу хочу. А я бы посидел бы. Как-то папа долго не видел. Мальчишки, а у меня есть прекрасная идея. А что, если мы сегодня с вами в школу пропустим? Класс! Да? А вместо этого пойдем к дедушке Аркадию и попросим устроить нам экскурсию по ГЭС. Тебе понравится? Идет? Марин, привет. Тебя что, снова допрашивали? Это из-за Федора? Ты что, все знал? Марин, только не злись. Ну про Федора знал, ну был приказ, я не мог ничего сказать. Ну конечно. Марин! Жулька, стой! Леха, лови! Леха! Жулька, стой! Стой, 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 стой! Спасибо. Значит так, давай, сейчас отвлечешь Сергеевича, а я следственный эксперимент проведу. Чего? Сергеевич, отвлекай, говорю. Для дела нужно. Значит, я вам повторяю еще раз. Валентина Андреевна заболела, сегодня уроков не будет. А завтра? И всю неделю дети будут на домашнем дистанционном обучении. Подождите. Это что, означает целую неделю дети будут сидеть дома одни, да? А что я могу поделать? У меня нет свободных учителей. Мне некого ставить на замену. Хорошо, а что с Валей? Клещ укусил. Так вызовите Марину Петровну. Пусть она пока занятия ведет. Я не понимаю, о ком вы говорите. В смысле, вы не знаете, о ком говорите? Марина, между прочим, Рому Сушко спасла. И Дмитриевну из рухнувшего дома вытащила. К себе жить привела. И для школы сколько всего она сделала? Ну, наберите ее. Хорошо, наберу. Всего доброго. Сейчас наберите. Хорошо? Так она же схемка мучила. Ну, а что делать? Ну, вот видите, трубку не берет. Здравствуйте. Что вы хотели? Марина Петровна, тут Валентина Андреевна клещ укусила. Вы не могли бы выйти на замену? Да, конечно. Сейчас буду. Хорошо. Ну? Выйдет. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего хорошего. И вам. Товарищ капитан, здравия желаю. Здорово. Слушайте, я вот что подумал. Чего мы сбились с ног, ищем этого убийцы? Предлагаю взять в разработку Бориса, всю их компанию. Подожди. Это что, собака? Даже если они замешаны в убийстве Федора, стопудово в курсе его дел. Вызовем их сюда. Собака. Не могу знать. Идиот! Убери собаку отсюда! Ты какого сюда эту псину припер? Значит так, Олег Сергеевич, я проводил следственный эксперимент, благодаря которому раскрыл дело. Все, убийца найден. Юлька его опознала. Какой убийца? Ты что несешь, придурок? Потеряйся отсюда. Олег Сергеевич, ну... И не зли меня! И пшину свою забирай! Иди он, Джулия. Твоя гениальная идея. Хрестом Богом клянусь, нет. Он, наверное, в кино видел. Я понимаю этот. Но ты-то! Вы чем занимаетесь тут? Где результаты по делу о ограблении в больнице? Работаем. Работайте лучше! Мне сегодня нужен результат! Так, пошли. И эта вода здесь не просто так. Знаете зачем? Зачем? Когда ее уровень становится слишком высоким, открываются шлюзы. Вода уходит в турбины. А там из-за разного уровня воды вырабатывается электричество. И благодаря этому вы дома можете смотреть свои любимые мультики. Представляете? Круто! Вы что здесь делаете? Здесь режимный объект, здесь посторонним, находиться нельзя. Кто вас пустил? Здравствуйте. Меня зовут Диана, я дочь Аркадия Семеновича. Я выросла здесь, охранники меня знают. Но с детьми зачем? Понимаете, я сыну и сыну Кристины обещала станцию показать. Хорошо. Давайте хотя бы отсюда уйдем, я сама вам все покажу. Буду вашим гидом. Спасибо. Аккуратнее на ступеньках. Ну что, Петя, какие мысли? Мыслей нет, зацепок нет, свидетелей тоже нет. У нас вроде все пьющие. Ясно. А это что такое? Это у нас молодежь так отдыхает. А с чего это их так? Ну-ка, стой. Чего я их так раскидал-то? Кхе-кхе. Светик. Света отчаянная. Здравствуй. Ты вернулся. А я так и знала, что ты на меня запал. Все, что ты такой прикольный. Спасибо. Поехали мы ко мне. Ну ты моя сладкая, в другой раз обязательно. Мои глаза у тебя какие хорошие. Таблетка наглоталась? Да, Борька выгостил. Так они это, кончились. А Борька где? Не Борька кончился. Понятно. Так, Петя, ты знаешь адрес Бориса? Все, да. Поехали. Лех, им же плохо. Им хорошо. Вот так мы работаем. Вон там впереди машинный зал. Но мы туда не попадем. Почему? Помните, почему ГЭС закрыли? Была авария. Да. Но мы делаем все, чтобы такое больше не повторилось. Идем сюда. Чтобы станция работала безопасно. Мы ремонтируем старые агрегаты. Старые меняем на новые. Чиним дамбу. Укрепляем берега электростанции. Вот сюда можно пройти. А там что? Там подсобное помещение. Ничего интересного. Нет, нет, пожалуйста, не трогай. Диана! Спасибо. Вы почему здесь? А я мальчишкам решила экскурсию устроить. А Виктория Сергеевна согласилась нам все показать. Нашли время для экскурсии. А можно на машинный зал посмотреть? Ну, конечно, можно. Но не сейчас. А сейчас мы поедем домой. Опа! Вперед! Сюда, 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 сюда. Спасибо. Отлично. До свидания. Когда вода выходит из речки, вне зависимости от дождя или от таяния снега, то она может затопить ближайшие дома, а то и вовсе целую деревню рядом или город. Поэтому люди придумали строить обводные каналы, разные водохранилища. У нас же тоже есть водохранилище. А, вот его видно. Пойдемте, покажу. Смотрите. Вот тут справа за домом как раз видно наше водохранилище. А если это не помогает, то люди строят разные баррикады. Например, из пышков с песком. Зачем? Ты что, глупый? Чтоб вода к дамам не полилась. Там Ирина права. Да, да, все верно. Так а что у нас-то им делают? Хороший вопрос. Да, да. Николай Валентинович. Здравствуйте. Можно? Что вам здесь нужно? У меня к вам предложение. Давайте организуем наших жителей для строительства защитной дамбы вокруг города. Какой еще дамбы? Ну, дамбы из мешков с песком. Ну, а что, людей в плавнях полно, которые без дела. А с вас получаются только мешки, лопаты и грузовик для подвоза песка. Да, мы рассматривали этот вариант на заседании мэрии, но пришлось отказаться. Нет смысла. Вода прибывает слишком быстро. Все равно размоет. Алло. Да, Сергей. Жаль. А. Я перезвоню. Что-то еще? А как там Рома? Он пока не собирается в школу. И Андрюши давно не было. После того, что вы сделали, у вас еще хватает наглости спрашивать, как там Рома? Алло. Сергей, есть свободная машина? Срочно отправляй на химзавод. Сколько еще ждать, пока мэрия зачешется? Как выборы, так вот они. Вот их обещание. А как реальная беда, так спасайся кто как может. Значит, пусть они нам сейчас же из области МЧСников вызывают. Или нафиг их отсюда. Правильно? Ну, во-первых, МЧСники сейчас не могут, они заняты. Они в затопленных селах, а там ситуация гораздо хуже, чем у нас. А во-вторых, может, пора что-то самим делать, пока не поздно? Например, что? Воду из реки ведром вычерпывать? Можно строить дамбы из мешков с песком. Ну, хоть что-то делать. А не просто орать здесь под мэрией. Ты тут самая умная или что? Че я это должен делать? Иди своему хаху не указывай. Адам, выпусть мэрия строит. За что им зарплату платят? А ты пока мэрию ждать будешь, твою халупу как раз первую и смоет. И я думаю, надо попробовать. Дочка, стой. Ну, этих баламутов. Так что делать-то нужно? Мэра, к ответ. Нужны мешки, песок и тачки. Сможете найти? Мэра, к ответ! Мэра, к ответ! Еще, ребята, немного еще. Давайте. Стоять! Тормози! Тормози, спасал! Вы что творите? Это мой песок. Да и перестань! Он у тебя два года под забором лежал. Короче, это что, не твой песок? Мой! В смысле твой? Так, возвращайте все обратно, или я полицию вызываю. Да твой, твой! Подождите, не нужна полиция. Ну, может, это не для тебя. Мы город спасаем. Мы город спасаем! Я скажу, что все это не законно, и что вы все мне это подбросили. Рот закрыт приходит! Господи, лучше скажите, куда мы его определяем? Куда? В камеру. Там гена, гена нельзя, там подозреваемые. Скучать не буду. Мужики! Да не законно! Срочный вызов! Там песок украли. Валера, ты идиот! Если мы дамбу не построим, твой дом первым смоет. Давайте так. Если что, я за свои деньги покупаю тебе машину песка. Лады? Черт с вами. Пользуйтесь. Да лучше бы помолк. Ребята, поехали! Ну что, Марина Петровна, пойдемте смотреть ваши заградительные сооружения. Остать нас покой, сами разберемся. Да ну, я вижу, как вы разбираетесь. Пойдемте, пойдемте. Да хранилище переполнено. Нужно срочно производить сброс воды. Чтоб затопить город. Соображаете, что говорить? Плотину прорвет Герц, затопят люди погибнут. До этого не дойдет. Дойдет. Вы смотрели прогнозы? Там ливни. Вы что о себе думаете? Не надо на меня орать! Это вы виноваты. Это вы вовремя не закончили реконструкцию. Иначе бы мы успели еще до дождей. Сразу после паводков. Понизить уровень воды в водохранилище. И все было бы нормально. Будем заниматься. Высненим кто виноват. Или срочно начнем что-то делать, пока не рвануло. Нет, вы пойдете к людям, к тем, у кого дома еще не затопило, и скажете, что их тоже затопит. И виноваты в этом вы. Воду срочно нужно спускать. Это не ваша ответственность. Слушайте, это все, конечно, нужно делать шире. Иначе кто-то смотрит к чертовой матери. Мужики! Слушайте, вы так туго-то не набивайте песком межки. А то там зазоры будут оставаться. Вот он, хороший, хороший. Подожди, подожди, стой. Осторожно, нога. Вот так вот. Раз его. Во, и вот так вот его раз. Вот это похоже. Давай еще. Песок закончился. Что, совсем последний привез? Блин, где же Петь-то с людьми и с песком? Петь-то с людьми и с людьми и с людьми и с людьми. Петь-то с людьми и с людьми и с людьми. Петь-то с людьми и с людьми. Валя, бросай, бросай, бросай. Сюда, сюда. Ну что, какие мысли, граждане утопающие? Где песок брать будем? На карьере, где же еще? Так, как будем везти? Так у меня ЗИЛ есть. Если на бензин скинетесь, так мотнемся. Поехали. Скинемся? Да скинемся. Поехали. 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 Светлана Дмитриевна. Да. Докладываю. Было сделано две ходки на самосвалах до наступления темноты. Песка должно хватить. Ты молодец, Маша. Ой, спасибо, что ладно. Что? Париша, а ты ничего не хочешь сказать? Хочу, ты... Уважай чужой труд, я полы помыла. Я все проберу. Послушай, ну мы можем поговорить, как нормальные взрослые люди? Я весь день таскал мешки с песком, у меня нет сил на тыгадки. Ты можешь сказать нормально, что случилось? Ничего. Ничего не случилось. Ты злишься, потому что мы закрыли твоего драгоценного Геночку? Он не мой драгоценный Геночка. И вообще мне все равно на него. Тогда в чем дело? Да в тебе дело, в тебе. Так, неплохо начало положено. Я верила тебе, рассказывала обо всем, а ты... А ты просто следил за мной. Ждал, пока придет Федор. Звездочки из войны вагоны зарабатывал. Кто это тебе сказал? Да весь город об этом говорит. А-а-а, ваш весь город с его задушевной людьми и их богатой фантазией. Да. Я соврал. На службе прослежку, потому что я не мог сказать, что мне нравится подследственное. А мне вот интересно. Ты не запутываешься, как доврешь? Я можжу. Если мне не изменяет память, тебе я не врал. Никогда. А если нам от мамы влетит? Она же говорила, что пока что в школу не ходим. Да не влетит. Мультики в неделю смотреть не будут. А мама сказала, что если не буду ходить в школу, то вырасту безработным. Так что давай-давай. Мне еще домой надо за рюкзаком замешать. Вась, ну что, получается? Не совсем. Извините, можно? Да, конечно. Конечно, приходится. А за то мой папа спасатель. Он людей от наводнения спасает. Выложил твой папа в чекмен, потому что твою маму убил. Что там вообще? Тише, тише, тише. Успокоились. Все, тише. Малина Петровна, это же правда. Вась. Вась. Рома. А это правда про папу? Нет, Ром. Нет, ты что, Ромочка, это… Вернее, да, он сейчас находится в тюрьме, но… Ром, послушай, это ошибка. Его отпустят. Он очень сильно любил твою маму. Он не мог ее убить? Это неправда. Все сказали, что он хотел жениться на вас. Да нет же, это… Слушай, мы с твоим папой свершили ошибку. И мне очень жаль. Прости меня, пожалуйста. Рома… 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 Ну что, работа кипецка? Может, респиратор и ручка будет? Да ты что, с ума сошел? Они же сразу догадаются, развонят по городу, что мы здесь что-то опасное храним. Так это же опасно для здоровья. Это наши люди. Он домой придет, стакан водяры накатит. И все. Никакая зараза его не возьмет. Понял? Слушай, Рома сейчас… Ему сейчас очень тяжело. Больно. У него мама недавно умерла. Понимаешь? И мы должны ему как-то помочь, поддержать. Поможем мы вместе? Ммм… Как? Сань… Слышь, Санечка, Санек. Ну, я тебя прошу на последний раз, а? Ну, помоги мне, а? Вечером с собакой погуляй. Ну, полчасика. Понимаешь? Если она не выгуливается, то тогда она начинает эльвиру на обувь жрать. А она на меня орет. Сань! Сань! Леха, слушай, ты же не друг? Друг. Ну, вот по-дружески можешь сегодня с Жулькой погулять, а? Понимаешь, я сегодня дежурю, а мне выгуливать ей нужно обязательно. А иначе она, если не выгуливается, начинает эльвиру на обувь жрать. А там… Слушай, как раз ты сегодня дежуришь. Меня на эту Генку допросили. Запустишь меня ночью? Леш, ты нормальный? В смысле? Да в прямом. Генка об этом обязательно Сергеевичу расскажет. А Сергеевич меня уволит. И тогда я что, все? Кукунтер безработный? Баба, Сергеевич, Сергеевич, мы проходили с тобой это тысячу раз. Ну, ты можешь помочь или нет, блин? Значит так, Алексей. Я тут тебе о своих проблемах рассказываю, а ты меня даже не слышишь. Я тебе говорю нет. Понял? Последнее твое слово. Последнее. И я не баба. Кукунтер. Виктория Сергеевна! Я к вам по делу. Слушай. Там реку разливаясь. Люди строят дамбы, но не хватает техники, чтобы песок подвести. У вас же есть какая-то строительная. Техника есть, водителя нет. Все уехали. Нужен хотя бы один самосвал. Ну, на пару дней. Техника на балансе фирмы, если что-то получится… Виктория Сергеевна, что случится? Город смоет. Вот что может случиться. Дамбы – это единственный шанс. Под мою ответственность. Хорошо. Спасибо. Ну что, Марина Петровна, видать, все на сегодня, а песка не будет. Ну, видимо, да. О! О! Ты смотри, Лешка молодец. Пацан сказал, пацан сделал. Ты присмотрелись. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну что, водопающий? Живем? Разгружаем давай! Да! Что, его мальчик! Это очень важно. Если верить показаниям Аноприенко, нужно брать в разработку директора ГЭС. Аркадий Семенович? Аркадий Семенович? Леш, я... Понимаю, ты не до конца разобрался в наших реалиях. Но неужели ты не видишь? Эта Виктория, она же наглая. Хитрая стерва. Она просто сосет деньги с бюджетом. Типа под реконструкцию. Аркадий Семенович честнейший человек. Старые закалки. Он ей мешает. Вот она пытается его нейтрализовать. Да, но в тихом он эти черти водятся. Один такой замотивированный Аркадий Семенович, старые закалки, таких делов может наворотить, а мотив у него будет и здрасте. Ну и потом, мы же должны проверить все версии. Согласен. Согласен. Ну, тут такое дело, проверять версии уже будем не мы. Из области звонили, как вода спадет, пришлют своих оперов и Зубойного. Будут с этим делом разбираться. Да ты не расстраивайся, Леша. У нас своих дел по горлу. Спейте, разгревать и разгревать. Это правда. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Опять всю ночь дождь шел. Что за наказание? Надо ускориться со строительством дамбы. Нам побольше людей. Марина, ты можешь поговорить с родителями учеников? Может, кто-то захочет присоединиться? Конечно, да. Хорошо, спасибо. А ты сегодня не поздно освободишься? А то нам опять мешков с песком не хватает. Так, песок я вам привезу. Я постараюсь вырваться днем. А как же твое расследование? Ты понимаешь, Сергеевич все равно не дает работать. Спадет вода, приедут следаки из области. Вот с ними будем отрабатывать версии. Светлана Дмитриевна, это божественно вкусно. И рад бы я задержаться. Но дела зовут, не могу, надо идти. Ну, ничего не поделаешь. Как? Уже? Поцелую вас обеих. Мариночка, я оставшиеся варенички Леша с собой положила. Ты не возражаешь? Да, конечно. Конечно. Ген, еда! Ген! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто папу хочется увидеть. Когда его отпустят? Не знаю, Рома. А хочешь, мы после школы вместе пойдем в отделение? Я попрошу, чтобы тебя пустили. Да? Хорошо. Пойдем в класс? Ну, если бы хоть шорох был бы, я бы рванул к нему. А, конечно. Рванул бы ты. Дрых без задних ног. Ну, что делать с тобой, а? Олег Сергеевич, разрешите. Я на минуту. Ну? Можно мне взять пару дней за свой счет? Зачем? Хочу помочь на строительство дамб. А на расследование тебе плевать? Город реально заливает. А. Ну, пиши заявление. Спасибо. А со мной все? Да, свободен пока. Леха! Леха, погоди! Леха, да погоди ты, стой! Леха, у нас тут кошмар. Что случилось? Генка повесился. Прямо на моем дежурстве. То есть, как? Ну, как-как. В простынь к решетке привязал и все. Вот. Кто был в отделении? Ну, кто? Я был. Ну, Генка и Борька в допросной спал. Борька в допросной спал, а ты? Ну, что ты как все, а? Что вы все заладили? Я на секундочку прикорнул, понимаешь? Вырубило меня. Почему решили, что это самоубийство? Он записку предсмертную оставил. На обрывке написал. Сынок, прости меня, я виноват перед тобой. Сынок. Значит, Сергеич теперь все повесит на Генку. Легче делать. На следующей строке, по центру, контрольная работа. Рома, ты чего не пишешь? Я ручку забыл. Так, давай я тебе дам свою. Спасибо. Леш, я не могу сейчас говорить, у меня урок. Марин, я понимаю. Скажи, Рома в школе? Да, а что? Я сейчас подъеду, выскочу на минутку, нужно поговорить. О чем? По телефону, это очень важно. Леш, ну ты можешь мне объяснить? Все потом. Леш! Лучше бы Гена меня убил. Тогда у Ромы мама была бы жива. Мари, ты… Ты постарайся успокоиться, ты ни в чем не виновата. И Кристина, она погибла не из-за этого. Да и Гена, я думаю, тоже никого не убивал. Понимаешь, это дело, оно гнилое до жути. Странно. Как только я собрался допросить Гену про Аркадия Семеновича в ту же ночь, он повесился и очень странную предсмертную записку оставил. Ты понимаешь, как будто кто-то просто отыграл кулачок от письма Роми и оставил. Его… Тоже убили? Может быть, впрочем, это сейчас неважно. Послушай, об этом через час будет знать весь город. И Ромке, ему такого про отца на говорят, его нужно спрятать. Ко мне нет, я не могу больше ему врать. Нет, нет, я позвонил Диане, договорился, она ответит его и своего сына в области. Так там же все размыто. Ничего, катер наймут. Это уже другая проблема. Ты, главное, вот что ты… После урока, послушай, выведи. Ребят, я буду ждать напротив школы. Хорошо? Да. Да. А почему мы так срочно уплываем? А это тебе лучше мама объяснит. Марина Петровна? Да. А можно папу увидеть? Пойдем в машину. Ромочка, нет. Дядя Олег запретил. Послушай, ты стал для меня очень близким человеком. Ты мне звони. Хорошо. Я буду очень скучать. Ну все, беги, беги. До свидания, Марина Петровна. Пока. Так, чтобы вода не просочилась. Ребята, кто-нибудь принесите веревки. Светлана Дмитриевна, ну что, дела супер я смотрю. Слушай, песка мало. То есть как, я же привез. Ну мало все равно. Ну хорошо, я еще привезу. Да ты один не справишься. Нам еще машины нужны, уводители. Ладно, значит так, я сейчас до Виктории. Ага. Выброшу у нее еще пару самосвалов. Так, все. Да не даст она вам. Да даст. Короче, надо нашим всем звонить. Они на фабрике там что-то грузят. Они там бабки зарабатывают. А мы тут их дома спасаем. Ну так, давай, звони. Чего стоишь? Сойдем. Хорошо, я дам вам технику. Только найдите меняемых водителей. Что, будет сделано, Виктория Сергеевна. Спасибо. Пойдемте со мной. Ты понял? Я хочу вам что-то показать. Возможно, вам покажется это странным. Вы должны это убедить. Нам нужно в подвал спуститься. Был. Незадолго до гибели Кристина пришла ко мне и говорила о трещинах. Возможно, из-за вибрации при работе нового оборудования. Просила, чтобы я еще раз проверила все расчеты, почему тогда поссорились. Значит, конфликт все-таки был. Был. Сегодня пришла трещина нигде нет, а здесь новая стяжка. Интересно. Так, а у вас наверняка должен быть какой-то прибор, чтобы посмотреть, что внутри. Ультразвуковые дефектоскопы. Очень хорошо. Поможете мне? Да. Но сначала нужно закончить с тобой. Может, это Аркадий? Каким-то образом со всем этим связан. Так что, будут еще машины? Или нам расходиться? Я вам дам расходиться. А будут машины? Будут. Где машины? Почему погрузку прекратили? Уехали все. А почему это отпустил? А кто меня спрашивал? Одному брат позвонил, другому сват. Позвали дамбу строить. Мол, бабки еще успеете заработать, нужно город спасать. Это все Марина устроила. Дамба из песка. Детский сад. Ну, детский не детский, а у нее там все плавные. Ладно. Идем. Сидите здесь. Да вы что, не понимаете что ли, что вода прибывает быстро, техника нам нужна срочно, или вы что хотите, чтобы нас мало чертой матери всех? Ты где машин столько возьмешь? Ну, то гидрорешение и возьмем. Я договорился. Леш, мне еще помогут родители моих учеников. Очень хорошо. Случилось чего? Угрозы правила дамба, а так ничего. Значит, ты ответственный? Что делать знаешь? Мужики, трое трезвых и с правами. За мной. Марина, а что делать? Ну, пошли мешки таскать. Давай, бери. Все, пойдем, пойдем. А где моя дочь? Посадил на катер с Андрюшкой и Ромкой. Вы же сами предлагали Диану с Андрюшей отправить в области. Тогда я просил, когда Кристина умерла. Когда Диана вся в слезах была. Сейчас зачем? Чтобы Ромка не узнал о смерти отца. Диана очень переживает за него. Лучше бы она о своем муже идиоте переживала. Аркадий Семенович, вы выражение-то подбирайте, я вам тут не мальчик. Я еще мягко выразился. Ты все проспал у себя в кабинете. У тебя под носом народное движение образовалось. Все город спасает. А мэр на все забил. Жену в область отправляет. Ну, разве не идиот? Народное движение. Это Марина и ее три коллеги, что ли? А ты поедь, полюбуйся. Там все плавни, все дамбу строят. В смысле? Все же грузовики на фабрике? Там никого нет. Как? Там же часть твоей разнарядки с остальными. Я за нормальные деньги договорился. Да плевали они на твои разнарядки. Деньги. Собирайся, поехали. Пока твое мэрство до конца наводнением не смыло. Твое мэрство до конца наводнением не смыло. ИЗМИБДЕСКАЯ КРИКИ ПО ok sape Он нет. Он уехал на карьеру. Я не к нему... Я просто... Пришла помочь. Что мне делать? Петь! Петь, вези в курс дела! Ой, Лариса! Ну, пойдем, будешь книжки песком наполнять. О, кто это к нам пожаловал, как и деда? Здравствуйте! Ну, пошло и полгода! Власти города и я всецельно поддерживаем ваши усилия по спасению! Хочешь поддержать? Подними мешок! В смысле, подними? Подними, помоги нам! Поддержи! Давай, Коля! Давай, давай! Помоги нас! Давай! Давай, давай, давай! Давай, Коля! Может! Давай! Ну, поднять не можешь? Шурой свой кабинет и протирай, что не дальше! Ну! Ну! Давай, давай, Коля! Вот так! Может, мэр, может! Держи, Коля! Молодец! Молодец! Мужики! На фабрику возвращайтесь! За то, что уехали, никто штрафовать не будет! Так а дамбу кто будет достраивать? Виктория, водосбросы откроет, вообще затопит весь город! Никто не даст ей этого сделать! А песок? Песок! Коля! Вот! Николай Валентинович обеспечит! Правда, Коля? В смысле? В прямом смысле! В прямом смысле! Обеспечишь? Алексей, я нашла! Нашла кое-что интересное! Я перезвоню! Виктория Сергеевна, я... Это важно! Можете приехать! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пойдем! Спасибо! Пойдемте! Спасибо! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Алеша! Алеш, не трогай! Ноги! Жилой! С машины подгони! Вся моя техника была в полном порядке, когда ее забирали с ГЭС. Техника постоянно проверялась. Я уверена, что с самосвалом что-то сделали. Или Алексей не справился с управлением. А вы, когда доверяли ему многотонник, убедились в наличии у него прав соответствующей категории? Нет. Потому что их у него не было. Я требую проведения технической экспертизы. Мы ее проведем без ваших требований. Но это не отменяет вашего должностного преступления. У вас доказательств нет. Кстати, об инциденте я уже доложил вашему руководству. Леша! 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 Петя! Марина! Кто? Чего? Петь, ну пожалуйста, у меня только минутку. Посмотрите, всё. Да сейчас. Марина, между прочим, ты ещё под следствием. А вдруг ты захочешь от Лёхи избавиться? Ты что, в своём умеешь? Петь? Ну я просто на его посмотрю. Ну пожалуйста, я... Потому что я... Потому что влюбилась? Ну... Значит так. Я Ларису на себя наберу, а ты давай. Только тихо и быстро. Спасибо. Лара. Марина. А ты... ты куда? Да. Лару позвать. Ты ж её хотел видеть. Нет, ты... Пожалуйста, меня не слушай. Ты... Не уходи. Пожалуйста. Последняя Оля. Умирающего. Полпист. Марина ушла? Да. Ну? Это что? Всё. Рука не работает. Людей спасал, помогал. Таскать мешки и всё, не двигается. Отнялась. Посмотришь? Раздевайся. Я помогу. Ой-ой-ой. Больно? Угу. Ой-ой-ой. Итак. Странно. Мышцы не в тонусе. Потерпи. Угу. Илья. Илья, я перезвоню. Лучше бы у тебя голова отнялась. Петя. Кнедиант. Да иди ты уже! Понял. Делается. Плохо? Позвать Ларусь, и он тебя заболевает. Нет, нет, нет. Плохо, что не повернуться. Все хорошо, что ты здесь помоги подушку подправить. А, сейчас, конечно, я буду. Давай, пусть. Вы с ума сошли? Я же запретила посещение. Выйдите, пожалуйста. Да, конечно. Леша, травмы и так тяжелые. Ты хочешь усугубить? М? Нарис, ты знаешь, я должен тебе сказать, я тебе очень благодарен. И за помощь в морге, и сегодня ты меня спасла, но ты классная, товарищ. Но у нас с тобой ничего не может быть. А я ни на что не рассчитываю. Правда? Я твой лечащий врач. Спи. Слушай. Нет, это не правда. Я все контролирую. Значит, Аркадий Семенович предоставил мне достоверную информацию. Как-то... Как-как отстранена? Подождите. Да я... я все объясню вам. Я... я... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, что там, Душа? Что? Ну, серьезно, я не знаю. Странно. Ну? Ну, что? Ну, я не знаю. Лариса меня выставила. Сказала никаких посещений. Еще бы. Она сама на него глаз положила. Ну, ничего. Ларису мы победим. Наш не будет там ночь сидеть. И я супчик сварю, а ты ему отнесешь вечером. Мужчины любят, когда за ними ухаживают. А что я сказала смешного? Может быть, он и вправду меня любит? Ну, кто б сомневался. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да в смысле нельзя? Да мне на пару минут просто документы подписать, все. А подождать это не может? Ну, не может. Клара, ну… А бахилы? Ну, какие бахилы? Вот, командир. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Проснулся. А? Не утомляй, Васильевна. Спасибо. Время пошло. Ну, смотри, Илюш, самосвол мы проверили, там неполадки в тормозной системе. Вот так, Миктория тебя чуть не угробила. Я тебя предупреждал. Ну, держи мучку. Подпиши заявление, мы ее надолго закроем. Олег Сергеевич, я этого подписать не могу. Ну, чё, руки вроде работают. Леш, ну, ты чего? Ну, ты чуть не погиб. Я вчера на этом самосвале ездил, чтобы было в порядке. Ну, так правильно. Там же тормозуха подтекала, а датчик не работает. Ну, как всегда бывает. Работает, работает, бац, провалились. Ну, что ты? Ты же опытный человек. На, держи. Давайте пусть меня вытешут сначала. И будем разбираться. А потом решим, подавать на нее или нет. Ну, твое право. Я-то уголовное дело уже возбудил. Ну, да. Ну, выздоравливай. Спасибо. Может, чё надо? Апельсинчик? Да не, спасибо, ты за мной. Да. Спасибо. 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 Это сраная полость, в полу. Полость? О, в размерах? Где-то два метра на метр, возможно, больше. Они что там, тело, что ли, спрятали? Вы шутите, Алексей? Вообще-то нет. Неужели вы думаете, Кристину убили просто из-за каких-то трещин битым? Нужно вскрыть и посмотреть, что там. Меня не допустят. Кто-то позвонил в министерство и сказал об аварии Самослава. Меня отстранили. Реконструкцией будет заниматься кто-то другой. То есть, завтра вас уже просто могут не пустить на станцию? Я знаю, Аркадий Семенович, возможно. Так вот, значит, все делать нужно сегодня. Помогите, пожалуйста. Продолжение следует... Аркадий Семенович, у нас проблема. Виппи сейчас у Лешки. Они все знают. Что все? Она каким-то образом пробила наличие полости в полу подсопани. А я тут шлепота. Догадался про труп. Бою мать! А я тебе о чем говорю? Они сейчас ломанутся на ГЭС, будут пол скрывать. Надо что-то решать. Нет, поздно. Виктория все равно кипят хоть. А этот Леша, ну, он своему бывшему у нас стучит. Позвони охране, скажи, чтобы не пускали. Да не стыри ты! Так что ты предлагаешь? Написай сябку с повинной и, естественно, пожизненная. Пусть приезжает. Встретим. Коля, ты где? Приезжай, ты мне срочно нужен. Не стой, не стой, давай. Ну, слушай, я спал. Ничего, продолжай погрузку. А мне надо то, что и решить. Так, нужно ускориться! Пошевеливаемся! Виктория Сергеевна, там в шкафу моя одежда. Будьте дороги, принесите. Куда собрались с вашими травмами? Вам нельзя вставать даже. Значит, мне все придется делать самому? Хорошо. Витя! Витя, где Михаил Юрьевич? А-а-а! Я понял, ладно, давай, отбой. Все придется делать самим. Давайте. Ой, прости. Ой. Все, давайте прибавайтесь. Спасибо. Спасибо. Мне не нравится этот план, город жалко. В тюрьму хочешь? Нет, не хочу. Ну, не могу же я просто так наброситься на дежурного. Вдруг что-то пойдет не так. Тогда обесточишь станцию. И я этого никогда не делал. Не дри. Уберешь дежурного. Нас никто не видел. И на нас никто не подумает. Понял? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, подъезжают? Хорошо. Что? Звони. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушаю. Толик, Виктория Сергеевна просила срочно к ней зайти. Зачем? Я не знаю, но это срочно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кто рейс Сергеевна? Кто рейс Сергеева? Добрый вечер, Виктория Сергеевна. Здравствуйте, Аркадий Семенович, есть? Нет, никого нет. А вы как здесь? В вашем пруде того уволили? Приказ о увольнении завтрашнего числа. Я за вещами приехала. Сейчас я ворота открою. Ну, в общем, я как Лариску увижу, я ее подержу, постараюсь. Хорошо. Сразу, Леша. Здравствуйте. Запирать пациента это слишком. А вдруг ему плохо станет? А там никого нет. Как это? Пожалуйста, можете сами убедиться. А где Леша? Сбежал? Как сбежал? У него же тяжелую травму. Видимо, не настолько тяжелый раз уехал. С Викторией. Куда уехал? Зачем? Она красивая женщина, он свободный мужчина. По-моему, все очевидно. Да это для тебя очевидно. Может, по делу поехал? А если женщина лезет мужчине в штаны, дело, наверное, очень важное, правда? Он Марину любит. Светлана Дмитриевна. Я тоже такая наивная была. Марин. Что это? Перепады электроэнергии. Все нормально. Сейчас включится резервное энергоснабжение. Это значит, мы вот опять без света. Да, Марин, привет. Что случилось? Привет. Ты не знаешь, где Леша? Не могу его найти. Марин, Леша в больнице. Да нет его там. Приезжала Виктория, он уехал вместе с ней. Стоп, он же после аварии. Ты не знаешь, куда я подобрал его везти? На АГС. Так, ты дома? Да. Все, жди меня. Я сейчас заеду. Добрый вечер. Леша, Леша, не лез бы ты в это дело. Жил бы у тебя спокойно. Телефон у суда. Быстро, быстро. Коль. Коля. И как в этот раз собираетесь тела прятать? Нас ведь будут искать, как Федьку в сарае оставить не получится. А вас никто прятать не будет. Вы погибнете при разрушении здания ГЭС. Давай обесточили станцию. Чтобы заблокировать резервные водосбросы. Плотину порвет. Из вас погибнут сотни и тысячи людей. Меня. Меня здесь нет. Это вы, Виктория Сергеевна, устроили техногенную катастрофу. Я пойду посмотрю за уровнем воды. Вот человек старый, закалки. Вы-то как с ними оказались в одной компании, Николай Валентинович? Вы ведь, я думаю, лично никого не убивали. Зачем вам гнить на нарах с чужих преступлений? Все равно, все рано или поздно скроются и вас посадят. Молодец, лишь психолог. Даже жаль такого сотрудника терять. Хорошо работаешь. Коль, ты куда? Я скоро вернусь. Коль, не дари. Стого лет мне надо. Да стоять. Не хватило, отвали. Куда, 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 куда? Капитан. А мы тоже, наверное, пойдем. Стоять. О, что, ты пальнуть хочешь, что ли? А что, хочешь проверить? Давай стряни. Найдут тела, в них две пули. Из твоего пистолета. Вот это будет сюрприз. Стоять, сказал он. Вика. Стыки! Смой! Стоять! Стоять! Отстань! Стоять! Помоги! Что случилось? Надо сбежать, Петр Ильич. Чего тебе? Все нормально. Слив пошел. Ага. Сколько у нас времени? А хрен его знает. Думаю, час-два. А Виктория Сергеевна, а вы что думаете? Ну, может, вы отсюда не выберетесь? Я позвоню. Коль, стоять! Сядь! Сядь, я сказал. Живой. Пока. Почему он не звонит? Не успеем выбраться отсюда. Да позвони, успокойся ты. Плохо ты его знаешь. Он уже свалил отсюда, мы с тобой как два идиота. Тихо. Собака. Откуда здесь собака? Охрана решила станцию проверить. Нет, собаку охраны. Это не охрана. Следи за ней, я пойду, проверь. В смысле следи? Как? Глазами. Ну, вот и я дверь. Подождите. Я что-то слышу. Кажется, там туда есть. Да нет никого, дверь закрыта. Давайте откроем. Есть что? У вас есть ключи? Я не знаю. Вы понимаете, что нас тут вместе похоронят? Спасите нас. Помогите мне полицию вызвать. Станцию спасти. Людей спасти. Что? Вроде нет никого. У-у-у. Спачки. Держивайся. Аккуратно. Давайте поднимайтесь. На вас Виктория напала. Да? Я не знаю. Это она? Может быть. Я дам показания в вашу пользу. Яneyt. Держи. Выс 276. Where me? Что? Все-ка, все-ка, все-ка. Какой что? Все-ка, все-ка. Все-ка. Все-ка, все-ка. Все-ка. Петь, а ты что тут делаешь? Олег Сергеевич, я, это, Джулия, фу, Джулия, я Леху ищу, а вы что здесь делаете? Я тоже Леху, его Виктория сюда заманила, где-то заперла. Тихо ты! А он мне маякнул, но, видимо, связь пропала. Так, я там все уже проверил. Пойдем там посмотрим, ты молодец, что потянулся. Вместе мы его быстрее найдем. Цепись, тварь! Сама напросилась. СТОНЫ 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 КАШЛИНСКИ СТОНЫ Стоять! ВЫСТРЕЛ СТОНЫ 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 Отдыхай. СТОНЫ Откройте! Люди! СТОНЫ Вика! Юра! Ты как? А что с Лешей? Скорую ему вызови. Нужно срочно включить электроснабжение станции. Пойдем. Давай, веди. Да. Слушайте, ему нужна срочная медицинская помощь. Да я не знаю, в каком он состоянии. Он без сознания. Он обманул систему. Да. Нагидая электросанкция. Ждем. Перепрограммировал терминал защиты. Скорая в пути. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Петя? Олег Сергеевич, что случилось? Вообще я ничего не помню. Башка болит. Да Юрка тебя вырубил. Я его пытался остановить. Я его давно, гадо, подозревал. Он, смотри, меня подстрелил и наручниками приковал. Жуля? А с Жулей что? Да грохнул твой Жуль. Давай быстрее, отвяжи меня. Они в секторе это все замутили. Сейчас пытаются в город. Затопить надо скорее. Срочно их остановить. Давай. Они там в машинном зале. Они Генку убили. Они себя подсыпали. Ты не катались? Юрка от Жуля убил? Да конечно, Юрка. Я тебе говорю, ты чего не слышишь мне? Вы что тут делаете? Плавный спасаем. Нужно срочно запустить станцию. Юра, отойди. Это она напала на дежурного и заманила Лешу. Леша, в подсобке. Возле машинного зала. Без сознания. Ты не переживай. Скоро уже едет. Коля. Леша, Леша. Хороший ты следак. Жендерка. Влез куда не надо. Леша, Леша. Леша, Леша. Затем. Леша, леша. Леша. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все, стоять! Ничего не трогать! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Петь, ты чего, с ума сошел, что ли? Ты зачем жульку застрелил? Это Олег. Петька, ты чего? Мы же с своей. Перелив воды начался. Сейчас полотену прорвет, всех затопят, люди погибнут. Ну, Петь. Открывай. Толя, помоги. Давай-давай. Коля! Открой, гаденыш! Открой! Коля! Нас! Стоять! Руки! Руки, Аркадий Федорович! Медленно! Руки, Аркадий Федорович! Прости, это я во все виновата. Марина Петровна, все-таки у вас мания величия. Ну вот прям все в плавнях из-за вас. Леша. Леша, господи. Ой, дай, дай. Да. Шею доломаешь. Прости. Леша. Ничего не получилось-то? Посмотрим, как из наркоза выйдет. Ну, опять же, очень вероятно, легкая пробита. Столько крови потеряла, но... Сердце пашет. Лариска. Да ты просто богиня, Ларисыч, отпусти. С вами не соскучишься. То патологоанатом приходится работать, то ветеринаром. Кем я дальше буду? Страшно подумать. Может, будешь моей женой? Тебе валерьянки накапать? Чуть-чуть. Ты ж надо. Совсем с ума сошел за свои собаки. Я люблю тебя. Да, Ларис. Я люблю тебя уже давно. С того момента, как ты к нам сюда приехала со своим дурацким мужем. Ему повезло, что он вовремя свалил. А то я уже боялся, что прибью его. Петя. Да. Не перебивай меня. А потом Леха нарисовалась. Между отъездом моего мужа и появлением Леши знаешь, сколько прошло? Двенадцать лет. Двенадцать лет. Какой же ты все-таки нерешительный. Ну, какой и есть, Лариса. Ну, я исправлюсь. Иди домой, Петя. Мне еще отдохнуть надо. Либо помощь оказать. Ларис, ну, я буду ждать тебя здесь. Что потом? Отделение отвезти. Подожди. Нет. Про дужку ни слова. Понял? Ну, что Сергеич? Готов дать показания? Чего тебе дать? Ай, Лара! Ты сам готовься. Давай показания. Нормальным следакам в злости. Ты мне по статье пойдешь, деятель, понял? Вот так. Надеюсь, Аркадий Семенович будет более сговорчив. Надейся. Я тебе говорю, от восьми до двенадцати получишь. Ай, Лара, ну! Слушай, Юрка. Мне кажется, я знаю, где Николай. Смотри, в городе он оставаться не может. Следовательно, будет бежать. Дороги размыло. По воздуху не вариант. Остается одно по воде. Нужно брать. А этого пости кто будет? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я старый больной человек. У меня проблемы с сердцем. И портоней. Я дрябую госпитализацию. Сними с меня эту крень. Ну, какой я тебе глава преступной группировки? Ты что, с ума сошел? Что ж вы, старый больной человек, делали вечером на станции? Я пытался предотвратить диверсию устроенную. Виктория, мне позвонили, что санкцию обесточили. Кто позвонил? Я не знаю. Кто-то из сотрудников. У меня сейчас начнет гипертонический кризис. Да, Юр? Ларочка, подойди, пожалуйста, в кабинет. Срочно. Хорошо, я только закончила. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эй, Лар, ты куда? Обезболивающий. Слышно, Лариса, а ты куда? Аркадию плохо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, что? Симулирует? Нужна госпитализация. Серьезно? Серьезно некуда. Еще этого не хватало. Николай Валерьевич, стойте, вы арестованы! Стойте, я стрелять буду. Стойте, говорю! Стойте, говорю! Пу-пу. Что-то от меня хочешь. Знайми хорошего адвоката. Кирилла твоего я пальцем не трогал. Это все Коля из ревности. И меня шантажировал. Коля, он девять лет писку не боялся. Он делал все, что ты ему скажешь. Ты убил человека, которого я любила. Отца своего внука. Любимая моя, что случилось? Кирюш, у меня для тебя есть новость. Хорошая или плохая? Я не знаю. У нас будет ребенок. Диана. Диана. Ты не рад? Нет. Не, ну, дурочка. Ты что? Я очень рад. Я очень тебя люблю. Я просто не ожидал. В смысле? Представляю реакцию твоего отца. Хреновые твои дела, Коля. Аркадий Семенович и Олег все валят на тебя. И диверсию на гост. И убийство. В смысле? Я вообще никого не убивал. Они утверждают обратное. Я никого не убивал. Кирилла, Аркадий грохнул, всех остальных Олег. Так что, какого Кирилла? Я тебе уже говорил, рано ей замуж. Пускай вначале институт окончит. Боюсь, придется как-то совместить. Где она? Что? Беременна? Ты убедил меня, что Кирилл бросил меня и писал мне от него сообщение. Ты убедил меня выйти замуж за это ничтожество. А теперь ты хочешь, чтобы я тебе помогла? Все, что я делал, я делал ради тебя и Антона. Я вам больше ни слова не скажу без адвоката, ясно? Петя, мы обнаружили фрагменты скелета в подсобке ГЭС. Как только вода спадет, в область на ДНК-экспертизу. Ничего себе. Коля, у тебя сейчас единственный шанс помочь следствию и уменьшить свой срок. На фабрике вашего сына производят запрещенные в нашей стране и во всей Европе гербициды. Эти химикаты загрязняют окружающую среду и вызывают онкозаболевания. Антон Аркадьевич либо не понимает этого, либо деньги ему важнее жизни людей. Так что имейте в виду, я хоть и будущий ваш родственник, выпуск всех нелицензированных гербицидов должен быть немедленно прекращен. Я требую. Ты требуешь? Дерьмо ты. Какой дом я тебя построил? Какую машину купил? Я бы все делал только ради тебя. Ты это делал ради себя. Спасай себя сам. Диана! Диана! Ракадий мне тогда пообещал, что уговорит Диану выйти за меня. Даст мне высокую должность. Всем обеспечит. Да взамен. Ты им помог Кириллу в бетон закатать. Твою матерку, Илья Семенович, ну как я себе его отсюда вытащу? У тебя же день и ночь ремонт. Постоянно какие-то люди. Да. Ну, думай быстрей. Да, думаю, думаю. Надо его где-то здесь спрятать. Спрят. А это у тебя что, бетонная мешалка? Да. Есть одна идея. Так я не понимаю. То есть, получается, Аркадий убил этого Кирилла из-за химикатов? Вы что, до сих пор на фабрике эти химикаты нелегально производили? Да. Петь. Срочно едь на фабрику. Там же все затопило. Все проверь. Делается. Уважаем. 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 Так, бросайте все, и все за мной! Все за мной! Важное объявление будем! Все ко мне! Все! Все за мной! За мной! Ко мне, ко мне, ко мне! Значит так, внимание! Мне нужно 10 добровольцев и 2 грузовика. Нужно поехать на фабрику и погрузить всех гемикатов. Мы уже грузили, мы не заплатили. Гемиката погрузили. Так они и потолут. А если они потолут, все в ними в воду попадем. И это уже будут не новые, а мертвые плавники. Так, все! Кто со мной? Те за мной! Мы взяли Колю. Он сдал тебя и Семеновича. Так что, Сергеич, отпираться бесполезно. Юр, на его слово против моего. Ты зачем Кристину убил? Погоди. Вот это я нашел за спинкой дивана в той спальне. Вторая была на трупе Кристины, когда мы ее нашли, если ты помнишь. Ну да, да. Была у меня той ночи. Была, уехала. Алло, привет. Ты где? Можно поговорить, я сейчас приеду. Боже, какие же мы дураки с тобой. Сколько времени потеряли? А вот с Генкой что думаешь делать? С Генкой разведусь. Да еще получается, ты дружил с Геной и параллельно мутил с его женой? Да ничего я не мутил. Просто, когда Кристина увидела Генку с Мариной, я безумно приехала ко мне отомстить. Сушко Кристина, задушина. Федор Денисенко, задушина. Геннадий Сушко, задушина. Алексей Терещенко, живой. И готов дать показания. В смысле, живой? Я-то не знал. Ты Кристину зачем убил? Даже не знаю, что с этой Викторией делать. Я хотела сначала все к чертям послать, но теперь я поняла, что я этого так не оставлю. В столицу поеду, в министерство, добьюсь того, чтобы сделали дополнительную экспертизу всех зданий ГЭС. Я докажу, что Аркадий во всем виноват. Ты же поможешь мне? Конечно, помогу. Потом тело в ее машину погрузил. Она у меня под домом стояла. Я тут Коля позвонил. Сказал, что мост обвалился. Я понял, это шанс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто ж знал, что Федька со своей собакой ночью гулять попрется? Я предложил ему денег за молчание. Здесь. Ты что здесь, реально бабки, Пет? А кто здесь искать будет? Ты попробуешь еще их найти? Иди сюда, помогай. Вот здесь? Давайте, подсвечу. Давай. Тетя! Тетя, тетя! 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 Тетя, тетя! А как у Федьки Гены на часы оказались? Да подсумму. Пока вы нос от трупов вратили. А Генку за что? Ну ладно, подставить друга. А убивать-то зачем? Я не хотел. Аркадий настоял. Генка уже на грани. Просил передать, чтобы вас с Антоновым его срочно вытаскивали. Иначе грозится настучать куда надо. Про производство герлоицидов. Отгрузка по липовым выходным. Двойной в квартиру. Все секреты тебя вывалил. Аркаш, да хорошо, что мне это пока. Надо побегом организовать. Давай на лодке его вывезем ночью. Как раз Борьков в отделении. Все красиво обстряпаем, ЧП, а не сообщено. Я на том берегу его возьму на раз-два. То Леша первый постарается. Нет, это стремный вариант. Так и что ты предлагаешь? А я же ведь знал, что я на службе заснуть не мог. А мне никто не верил. Ты что мне подсыпал, а? Догадайся. Что ты с Аркадемем говорил? Договорил. Привать ему на нас. Ничем не поможет. Короче. У нас один вариант. Бежать тебе надо. Я тебя спрячу. А как все уляшится, Ромку тебе привезу. Боря, ты что? Ты с ума сошел? Какой бежать? Какой бежать? Тихо, тихо. Да Ромка, он сразу же поверит, что я убийца. Так еще и беглый. Ты что? Тихо. Не-не-не, я не буду никуда бежать. Да не ори, Генка, говорю тебе. А если пятнашку получишь, тогда не поверит? Я тебе говорю и знаю. Они тебя по полной раскрутят. И все висики на тебя. Ген, ну напишешь ему письмо. Объясни все. Он же почерк твое знает. Ну, бред. Ну, нет у нас вариантов. Я все просчитал, понимаешь? И времени нет. Давай, давай. Да, все. Иди сюда. Что дальше? Так, держи. Скручиваем. Сделай мне, что ты меня вырубил, а потом связал. Давай. Так, хорошо, хорошо. Крепко держи. Ну, так нормально? Да, нормально, нормально. Так, давай теперь связывай. Так. Подожди. Я просто... А как его связывать? Я не знаю. Да я покажу. Как его крутить? Хорошо. Хорошо, первый урокин. А у меня ведь были мысли, что это кто-то из наших. Ах, когда Гинку из петли понимали, тебя так трясло, решил точно не ты. Вы же лучшими друзьями были. А он даже Петьку подозревать начал. Так ты за ним на станцию поперся? Нет. У Вики телефон не отвечал. Я забеспокоился. Подожди. Так ты что, правда, с Юктурой мутишь? А здесь я не учел. Ребята, а что мы тянем? Он вертолет уже ждет. Пилот нервничает. Сейчас он как лимонет, вообще никто никуда не полетит. Да он отказывается от транспортировки. Что за новости, Леша? Михаил Юрьевич, я тут в надежных руках. Позвоночник у меня цел, а капельница и уколы. Это и здесь мне могут сделать? Я что, зря с отпуска сорвался? В областной травматологии тебе быстрее на ноги поставят. Я что, не прав? Леша, давай не дури. Значит, там ты вылезешься и сразу ко мне. Твой перевод уже подписан. Я решил здесь остаться. Да какой здесь, Леша? Выйдите отсюда, пожалуйста. Ты что, Лешка? Ты что, в этой дыре хочешь остаться? Ну, Михаил Юрьевич, как раз. Что, Михаил Юрьевич? Ну, во-первых, это оказалась никакая не дыра. Прекрасная городишка. Люди тут душевные. Потом, я женюсь. Ну, поздравляю, женишься. Ну, так бери жену и столицу. Не, она не поедет. Вот так получилось. Так, как же? Ну, так бери жену. Диан. Здравствуй. Здравствуй. Как там, Рома? Хорошо. А почему они на похороны не приехали? Бабушке не здоровиться, и они не смогли. Я бы хотела с ним пообщаться. У тебя есть его номер? Да. Пойдем, я отдам тебе номер. Так что с Небе случилось? У бабушки сердечный приступ. Дедушка очень сложно это переживало, и так получилось, что… Да вы что ли, вы что ли с ума посходили? Какой из меня мэр? Так кто, если не ты? Ты порядок обеспечишь ей вообще все. Городу без мэра никак нельзя? Это я согласен. Но убирать надо из местных. Ну так мы просили Марину. Но она категорически отказывается. Говорит, мое призвание учить детей. А в мэр только один Тарас рвется. А это выпусти, что козла в огород. А больше никто свои нервы тратить не хочет. Мои нервы, значит, не жалко? Да ну вот… Я вообще-то работу свою люблю. Да тебя никто не просит уходить со своей полицией насовсем. Ну конечно. Отлучайся срок, приведешь плавнее в порядок. И давай, иди дальше, лови своих жуликов. Сколько влезет? Да мы, в конце концов, рядом с тобой. Если что, поможем. Ну как ты? Ну ты пойми, нам без тебя никак. Мужик ты или нет? Ну, ну… Я согласен. Мы за тебя проголосуем. Мы за тебя проголосуем. Мы за тебя проголосуем. Врача позовите, господи. И врач проголосует. До свидания. Ларис, Лар, садись, подвезу. Спасибо. Я лучше пройдусь. Лар, ну садись, говорю. Петя! Прекращайте игры. Лар, я, конечно, может, нерешительный, но очень упрямый. Я за тобой каждый вечер буду приезжать, пока ты не скажешь «да». Пока! Петя! Спасибо тебе большое, ты спас меня жизнь. Мне пора возвращаться. Мы еще увидимся? Не знаю. Меня, меня, не забудь. Список только не потеряй потом, знаешь. Подожди, я не понял, а что меня нет в списках на квартиру? Потому что... Потому что первые правы на жилье имеют жильцы тех домов, которые сильно пострадали от наводнения. А второй не будет, потому что деньги налево уйдут, правильно? Тарас, есть отчет о каждой потраченной копейке. Вот иди и ознакомься. Леша, ну когда же ты моих алкогольников управу найдешь? Леша, ищем, ищем. Говорят, в угодном алкогольстве найдем. Леша, да, сетью не дали. Ну как же это? Тихо, тихо, граждане, со всеми разберемся. Но только не со всеми сразу. Что, Леша? Потому что мест нету. Секунду. Леша, мне Рома звонил. Соседи хотят отправить в интернет. Бабушка уже два месяца, лишь с инсультами деда вот сейчас забрали в больницу. Леша! Только не реви. Адрес его знаешь? Да. Сейчас. Значит так. В приемной есть секретарь. Братцы, в колонну подвое. Она все ваши обращения запишет. А я с вами буду скоро. Поехали. Поехали. Вот вам пожалуйста. Только начал работать. Уже я себе свободный график устроил. Поехали! Поехали! Рома! Привет. Привет, мой хороший. Ром, в общем дело твое сложное, но поправимое. Решение принимать тебе и только тебе. Ну, нашу позицию ты знаешь. И тебе это зачем? Отойдем, поговорим. Мне помощь твоя нужна. У нас с Мариной Петровной будет ребенок. Девочка. Я с этим мышцом зашиваюсь. Доверяю только двум людям. Пете и тебе. Возьмешься за девчонками приглядеть. Ладно. Спасибо. Ну что, Зин, последний автобус. Если он не вернется, будем менять мэра. Вернется? Куда он денется? Посмотрим. Посмотрим. Я думаю, что я в главчиках школе останусь. Потому что как подумаю, что мне эти тетради домой носить? Что руки все отважатся. Привет. Я купила то, что просила. Ах, Тарасик! Рано ты обрадовался! Здрасте, господин мэр. Здрасте. Где это вас носит? Мы вас тут ждем, не дождемся вообще-то. Значит, для особо бдительных. Взял несколько отгулов за свой счет. Подробности в бухгалтерии. Вот так и сделаем. Угу. Привет, Лёха. Привет, Лёха. Здорово. Привет. Привет, мэр. Как прошел? Я тоже себе такую хочу. Обязательно будьте. Зайка. Вот молодец. Поехали, я вас отвезу. Петя! А ну стоять! Это ты опять все мои хоризонтельные в палисаднике срезал, а? Леш, ну хоть ты ему скажи, ну весь палисадник угробил. А еще полицейский. А что ты взяла, что это я? Я была в поликлинике, видела их в Азе. Ты что, Лариске цветы и купить не можешь? Могу. Только мое. Ну делась сердечно. Воспитательную работу я проведу. Да, Лёш, проведи воспитательную работу. Смотри, я Эльку взяла, но она полномерная. Я как-то взяла. Да я наглаз не умею, но точно не умею. Редактор субтитров Булкини partners